Седьмой класс, девятая серия. Системы уравнений. Давайте рассмотрим систему из двух линейных уравнений, с двумя неизвестными. Решить систему значит найти все ее решения или установить, что их нет. Решением данной системы является пара чисел х равен 3, у равен 2. При подстановке в каждое уравнение получаются верные равенства. Систему можно решить способом подстановки, то есть выразить одно неизвестное через другое, подставить полученное выражение в другое уравнение. Найти сначала одно неизвестное, потом другое. Можно решить систему способом сложения. Можно сложить левые части равенств и правые части равенств. Что получится слева? Плюс у, минус у. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю. Значит, слева будет только х плюс х. 2 умножить на х. А справа 5 плюс 1 – 6. Значит, сразу можно назвать значение х. Х равен 3. Зная значение х, можно назвать значение у. Если х3, значит, у равен 2. Давайте решим способом сложения вот такую систему. Прежде чем складывать, надо уравнять модули коэффициентов при одном из неизвестных. Давайте первое уравнение домножим и левую часть, и правую на минус 2. Что получится? Минус 4х минус 2у равняется минус 8. А теперь давайте выполним сложение. Складываем левые части и складываем правые части. Что будет слева? Слева будет минус 3х, а справа минус 3. Значит, х равен 1. Зная, что х1, можно найти у. Например, из первого уравнения получаем у равен 4 минус 2х. Если х равен 1, значит, у равен 2. Это решение. Такое задание. Надо выяснить, какое число следует записать вместо вопросительного знака. Давайте сложим левые части и правые. Слева будет 2 квадрата, 2 ромба, 2 звездочки. Справа будет минус 24. Значит, квадрат, ромб и звездочка. Минус 24 делить на 2. Минус 12. Так, ну а теперь можно назвать значение звездочки. Если квадрат, ромб и звездочка минус 12, а квадрат и ромб минус 6, значит, звездочка минус 6. Записываем. Минус 6 звездочка. Тогда ромб минус 2. Если ромб минус 2, значит, квадрат минус 4. Подставляем, проверяем все равенства. Равенства должны быть верными. Минус 6 прибавить минус 4 будет минус 10. Все верно. А теперь можно ответить на вопрос. То есть какое число надо записать вместо вопросительного знака. Надо перемножить числа. Минус 4, минус 2 и минус 6. Получится минус 48. Значит, вместо вопросительного знака надо записать число минус 48. Повторим прямоугольную систему координат на плоскости. Прямоугольную систему координат на плоскости образуют две взаимно перпендикулярные прямые. Это будут оси координат. Ось абсцисс или ось ОХ. Ось ординат. Ось ОУ. Плоскость, на которой выбрана система координат, называют координатной плоскостью. Прямые углы, образуемые осями координат, называются координатными углами. Это первый, второй, третий и четвертый. Координаты точки. Абсцисса и ордината точки. Например, точка М имеет координаты 3, 2. Если опустить перпендикуляр из точки М на ось абсцисс, то мы попадаем в точку 3. Значит, абсцисса точки М равна 3, а ордината равна 2. Если точка лежит на оси абсцисс, как, например, точка А, ее ордината равна 0. А если точка лежит на оси ординат, точка В, то ее абсцисса равна 0. Давайте решим уравнение с параметром. Уравнение с неизвестным х и параметром А. Давайте представим в виде произведения. Значение произведения равно 0. А теперь давайте рассмотрим два случая. Когда А не равно 0, в таком случае х равен 0, и х равен минус 1 делить на А. Получаем два корня. А если А равно 0, х – любое число. Уравнение с модулем. Сначала надо раскрыть внешний модуль. Получаем совокупность из двух уравнений. Приравниваем вот это выражение к 6. Это первое уравнение совокупности. Затем к минус 6. Это второе уравнение совокупности. Первое уравнение совокупности имеет два корня. Раскрывая модуль, приравнивая к 10 и потом к минус 10, получаем два корня. 8 и минус 12. А второе уравнение совокупности решение не имеет. Потому что слева от знака равенства модуль, а справа отрицательное число. Модуль не принимает отрицательное значение. Решения нет. Итак, данное уравнение имеет два корня. 8 и минус 12. Такая задача. Надо выяснить, какая часть многоугольника закрашена. Решать задачу будем таким образом. Будем разбивать на треугольники и находить площадь. Сначала давайте найдем площадь закрашенной части. Площадь треугольника. Это произведение основания на высоту. Надо разделить на 2. И мы найдем площадь закрашенной части. Основание 3 клетки. Высота 2 клетки. Находим произведение и делим пополам. Половина произведения основания на высоту. Итак, площадь закрашенной части 3. Теперь давайте найдем площадь многоугольника. Всего можно разбить на 2 треугольника. Основание 8 клеток. Первый треугольник имеет высоту 4 клетки. Значит, половина произведения основания на высоту 16. А теперь давайте найдем площадь второго треугольника. Значит, основание 8, высота 3. Половина произведения основания на высоту 12. Значит, площадь многоугольника 16 до 12 – 28. Закрашена часть, равная 3. А теперь надо найти отношения. 3 надо разделить на 28. 3 двадцать восьмых. Таков ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова